Приветствую, друзья! Вот меня попросили записать короткий помогающий ролик для всех. Короткий помогающий ролик, ну как это сделать? Ну, например, если вы находитесь в условиях страшных для вас, в условиях неопределённости, ну это разная может быть ситуация, либо вы в самолёте летите, либо вы сидите в комнате и не знаете, куда деваться, вас заперли или ключ потеряли. Я почему перечисляю разные варианты, потому что это не касается какого-то конкретного человека, не касается какой-то конкретной ситуации, не касается какого-то конкретного общества, страны, материка. Это никого не касается конкретно, это касается, это обобщённый образ. Возьмём самый страшный образ. Возьмём обощённый образ, самый страшный. Допустим, вы сидите в каком-то замкнутом помещении, и полная неопределённость, и вы не знаете, что будет через секунду, а может быть там землетрясение будет, а может быть там что-то упадёт на крышу дома, а может быть что-то... Это собирательный образ. И вот вы находитесь и трясётесь в этом состоянии, вы зацепенели, и что вам делать для того, чтобы сбросить вот это состояние оцепенения? Оно ведь иногда помогает, помогает. В оцепеневшем состоянии инстинкт самосохранения так составляет, как бы пытаетесь ни о чём не думать, как бы уйти как голову в песок, как говорится, в состояние позы эмбриона, в состояние защищённости, полной защищённости, полного комфорта. Поэтому вы застыли, может быть, оцепенели, может быть, а может быть у вас какое-то внутреннее дрожание. А вот теперь смотрите, если вы в этот момент берёте мысленно, перечисляете разные образы действий, например, что вы стоите и шалтаетесь, туда-сюда болтаетесь, как дети шалтай-болтай делают вот такое, как мы называем, упражнение из ключа, туда-сюда болтаетесь. Или, например, делаете хлёст руками по спине, ну, сидите, допустим. И в этот момент просто, не делая эти движения, к примеру, если вам неудобно, то просто в оцепеневшем состоянии вы просто мысленно представляете, как вы делаете этот хлёст, как вы делаете этот хлёст, или как вы делаете шалтай-болтай, как вы делаете шалтай-болтай, или как вы делаете какие-то движения, такие движения, как волейбольный мяч, в сетку закидываете, или делаете какие-то другие движения, мысленно, 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 представляете себе какие-то... Это же цикличные движения, это же колебания, это же движения повторяемые, которые вы делаете, повторяемые движения, мысленно, 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 или вот так отпускаете, отпускаете себя, как на волне, а это упражнение «волна». Это царица, так сказать, метода ключ, самого современного из его частей. Отпускаете себя и вот переживаете, о чём переживается, переживаете, о чём переживается, переживаете, о чём переживается, переживаете, о чём переживается. Неважно, вот так вы делаете, или вперёд-назад, или по кругу, или восьмёркой, а делайте именно так, как вам удобнее. И не важно, какая у вас амплитуда, большая или маленькая, большая или маленькая, большая или маленькая, большая или маленькая, большая или маленькая. А вы отпускаете себя вот так и думаете, о чём думается. А если вам переживается в этот момент, и вы не можете избавиться от этих мыслей, и этого внутреннего диалога не можете избавиться, и он стучится вам в голове. Пожалуйста, переживайте, не мешайте себе, не боритесь в этот момент с собой. Это и будет самая лучшая победа, потому что вы сознательно, осознанно, специальным образом, именно в момент автоколебаний, куда вы выходите на автомат, потому что когда вы ищете именно, как приятно вам покачиваться, думая о том, о чём вы думаете, вы переживаете, о чём переживается, даже сидя. Даже сидя, даже лёжа, может быть, вы лежите и не можете заснуть, и вы переживаете, переживаете, вот страх, паника, вы переживаете, и в этот момент, когда вы делаете эти автоколебания, а если вы даже их не можете делать, просто в уме своём вот так плещетесь, переживая одновременно, и когда вы одновременно переживаете и одновременно делаете колебания, хоть телом, хоть в уме, то вы замечаете, что через несколько минут вы становитесь спокойнее, защищеннее, и у вас появляется состояние какой-то внутренней надежности, какая-то точка опоры, как-то хочется распрямить плечи, как-то хочется стать свободнее, раскрепощеннее. И вы так начинаете немножко приходить в себя, потому что в этом состоянии, то ли будучи в застывшем положении, то ли колебаясь внутри этого застывшего колебания, то ли находя колебания или стоя, или сидя, или лёжа, или даже на руке, то есть совершая вот эти действия, сопереживая в этот момент одновременно свои переживания, по существу делите их пополам, и поэтому у вас происходит выход из этого состояния страха, паники, тревожности, напряжённого ожидания, негативного исхода ситуации. И поэтому я вам поставил картину мою, которая называется «Бывшие». «Бывшие», у них всё было, а может быть, всё было и всё потеряли, а может быть, это точка старта, точка неизвестности к новому, хорошему. Да-да-да, видите, они в каком состоянии. А там море, а там скалы, это одним движением как бы написано. Вот так же и здесь, вот таким непрерывным движением, вот этой волной, да, и вы отпускаетесь, как-то внутри отпускаете, и люди потом говорят мне, пишут мне, говорят мне, пишут мне, и много звонят, и говорят, как нам волна ваша помогла в трудной ситуации. Так вот, перечисляйте разные варианты движений, которые вам нравятся, либо в действии перечисляйте, например, у себя в комнате, если не можете пойти на стадион, либо в уме, и вы придёте к состоянию глубинного, душевного покоя и внутренней защищённости. До встречи, друзья!